В эфире GS Times игры. Экшен про боевого таракана и другие фантазии с инзимиками. Дин Холл соскучился по дому. Создатель DayZ собирается бросить своё детище. Восток Games с Эрвариум и Майдан. Дела украинские. Анонс Reason 3 Titan Lords. Новая готическая повесть Пирания Байтс. Об этом и многом другом уже сейчас. Релиз ролевой игры Divinity Original Sin не состоится 28 февраля, как ожидалось. Авторы перенесли выход на весну. Точный месяц пока не ясен. Это связано с тем, что команда хочет реализовать все самые важные пожелания фанатов, а на это нужно время. В данный момент игру можно купить в рамках раннего доступа Steam. Студия Double Fine с радостью сообщила, что средств, полученных от продаж первого эпизода квеста Broken Age, полностью достаточно на покрытие разработки второй части. Именно из-за нехватки бюджета, напомним, игра оказалась поделена на эпизоды. По замыслу авторов, продажи первого эпизода должны были профинансировать разработку оставшейся части проекта. Так оно и случилось. Заметим, второй эпизод будет полностью бесплатным для всех владельцев первой части. Он выйдет в виде дополнения. Очки виртуальной реальности Oculus Rift хоть еще в широкую продажу не поступили, но уже стали дефицитным товаром. Создатели устройства сообщили, что из-за высокого спроса на девкиты Oculus Rift, которые заказывали не только игровые разработчики, но и простые пользователи, у компании просто-напросто закончились необходимые комплектующие. Дело в том, что некоторые детали, использующиеся при производстве Oculus Rift, уже не выпускаются. На поиск нового поставщика уйдет время, но команда подчеркивает, что это приятная проблема. Космический симулятор Star Citizen уже имеет бюджет в 39 миллионов долларов. Фанаты продолжают активно скидывать монетки в копилку разработчиков, и теперь могут быть уверены, что в игре появятся новые, незаявленные ранее звездные системы. Крис Робертс, в свою очередь, пообещал, что если пожертвования вырастут еще на 2 миллиона, то он соберет отдельную команду, которая займется созданием системы процедурной генерации контента. Несмотря на выдающиеся успехи экшена The Last of Us, еще не факт, что эта франшиза станет сериалом. Как призналось руководство студии Naughty Dog, сиквел пока еще не утвержден и находится на обсуждении. И вероятность появления продолжения разработчики оценивают как 50 на 50. По официальной информации, издательство Activision сейчас работает над некой игрой в сотрудничестве со скейтером Тони Хоком, имя которого вам наверняка знакомо по серии Тони Хок Проскейтер. Детали проекта пока не раскрыты, но, быть может, это возрождение некогда популярного симулятора катания на скейте. Представители Zombie Studios озвучили точную дату выхода, создаваемого на базе движка Unreal Engine 4, у жестика Daylight. Он появится на прилавках 4 апреля. Игра выходит на PC и PlayStation 4, и важной ее фишкой будет случайная генерация уровней. При каждом перепрохождении вы будете попадать в совершенно незнакомые локации, что по замыслу авторов придаст перчинки происходящему. Очень неожиданная новость пришла от чешской студии Bohemia Interactive. Ее собирается покинуть один из важнейших ее сотрудников — Дин Холл. Это тот самый человек, что в одиночку создал на базе ARMY 2 survival-модификацию DayZ и последнее время возглавлял разработку ее переработанной самостоятельной версии DayZ Standalone. Дин чемоданы паковать прямо сейчас не спешит. Он обещает, что будет оставаться в Чехии до тех пор, пока команде, работающей над DayZ, будет требоваться его помощь. Разработка в данный момент находится в очень сложном и важном периоде. Если бы он ушел сейчас, это была бы натуральная катастрофа. До конца года Дин планирует завершить всю свою часть работы над DayZ и безболезненно передать проект другому руководителю. А сам же вернется домой, в Новую Зеландию. Холл в последнее время часто говорил, что скучает по родным краям, признавался в этом в различных интервью и на конференциях, поэтому руководство Bohemia Interactive уже долгое время в курсе его планов. В Новой Зеландии Дин собирается открыть собственную игровую студию и начать работу над новым мультиплеерным проектом. Его концепцию он уже придумал. В Украине за последние дни, как вы знаете, произошло много всяких разных событий. Увы, но коснулись они и игровой индустрии, и даже немного нас. Из-за беспорядков в Киеве на нашем канале сорвался запланированный на прошлую неделю стрим сетевого шутера Servarium, на котором должны были присутствовать представители команды разработчиков. В самой студии Восток Геймс тоже из-за революционных настроений случился неприятный инцидент. Был уволен Денис Ананьев, работавший там комьюнити-менеджером. По его словам, это случилось по политическим убеждениям за нежелание поддержать Евромайдан. Руководство киевской компании Восток Геймс поставило мне ультиматум «или я буду поддерживать Евромайдан, или меня уволят». Писать свое собственное мнение у себя на личной странице ВКонтакте, не имеющей отношения к проекту Servarium, мне запретили. По словам Егорского, мое личное антимайданное мнение о происходящих в Украине событиях не совпадает с мнением большинства в офисе, поэтому мне выдвинуто подобное незаконное требование. Российские игроки, на которых не в последнюю очередь ориентирована разрабатываемая нами игра Servarium и разработчики, наверное, сами смогут оценить обстановку в офисе Восток Геймс и тех людей, которые потребовали от меня поддерживать Майдан, управляемый кукловодами США и Европейского Союза, стремящихся превратить Украину в сырьевой придаток и настроить ее против России. Пишет Денис. Олег Еворский подтвердил факт увольнения Ананьева из-за политических разногласий, отметив, что тот злоупотреблял служебными полномочиями и, являясь публичным лицом, в рабочее время на своей официальной странице занимался политической пропагандой. «В данной ситуации я посоветовал Денису заниматься политикой, а не играми. У него есть для этого все задатки. Он начитанный, амбициозный, интересуется законодательством, любит спорить и конфликтовать, до последнего отстаивает свою точку зрения». Подчеркивает Олег. Впрочем, в рядах Восток Геймс, как отмечается, чуть ли не половина сотрудников не поддерживает Майдан, так что, может быть, причиной для увольнения Дениса Ананьева послужили и какие-то другие разногласия с руководством студии, а последние события — только повод. Надеемся, положение в стране больше не затронет коллектив Восток Геймс и не отразится на качестве работы в худшую сторону. Ну а насчет стрима с Арвариум — следите за обновлениями. Сейчас знаменитый японский гейм-дизайнер Синдзи Миками, прославившийся серией Resident Evil, доделывает ужастик The Evil Within, релиз которого готовится на август. Однако мало кто знает, что до этого проекта Миками со своей командой занимался двумя другими играми, которые были отправлены в утиль. И есть стойкое ощущение, что это даже хорошо. Судите сами, первая игра, над которой Миками начала работать сразу после основания студии Tango Gameworks в марте 2010-го был экшен, в котором мы должны были примерить на себя роль вооруженного таракана. На полном серьезе разработчики убили на этот проект целые полгода. Во второй раз фантазия Миками что-то подвела. Он предложил сделать приключенческую игру под названием Noah. В ней речь шла о колонии на далекой планете, потерявшей последний контакт с Землей. Источником вдохновения выступала Дюна Фрэнка Герберта, но эта идея тоже не нашла своей реализации. The Evil Within стал по счету третьим проектом команды, и его наконец-то перевели в масштабное производство. Но поначалу данный хоррор носил название Project Zwei и вообще не имел ничего общего с нынешней концепцией. По задумке это был экшен про охоту на вампиров, где главными героями выступали бы мужчина и женщина. И все бы ничего, но только в соответствии с задумкой автора эти персонажи были слеплены воедино. А в кооперативе двое игроков должны были бы управлять одним героем. Видимо, каждому доставались бы разные части тела. Но этот концепт в итоге был полностью переписан и трансформировался в традиционный ужастик под названием The Evil Within. Немецкая студия Piranha Bytes — пример стабильности. Это одни из редких разработчиков, которые вот уже 15 лет делают ролевые игры с совершенно идентичной концепцией и, кажется, вообще не замечают ничего, что происходит вокруг. И самое удивительное, что игры у них, несмотря на моральную устарелость, все равно получаются отличными и достаточно хорошо продаются. Поэтому анонс Reason 3 воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Да, игра официально анонсирована. Она носит под заголовок Titan Lords. Релиз вот так внезапно состоится уже этим августом на компьютерах и консолях предыдущего поколения. Мы не зря вначале упомянули про стабильность Piranha Bytes. Не ждите от Titan Lords вообще никаких разрывов шаблонов. В техническом плане это всё та же Reason 2 Dark Waters. Движок прежний, лишь немного улучшена графика. Локации по-прежнему не будут бесшовными. На загрузочные экраны время от времени глядеть придётся. Их авторам искоренить пока не удалось. Разумеется, изменится место действия. Мы увидим что-то похожее на средневековую Европу, но с добавлением тропических антуражей. Ожидается, что в Titan Lords будет представлен самый масштабный мир в истории Piranha Bytes. И он будет очень мрачным, в стиле первых готик. Что касается главного героя, то это будет какой-то совершенно новый персонаж. И с ним будет связана очень важная геймплейная фича. Этот персонаж — Олу Демон. И он будет балансировать между человеческим и демоническим обличиями. Его уровень человечности напрямую зависит от ваших решений и поступков. Кстати, оригинального главного героя делогии мы в Titan Lords не просто увидим, но он станет важнейшей частью сюжета. Геймплей, опять же, будет узнаваем с первых секунд. В частности, в Titan Lords нам тоже придётся выбирать между несколькими враждующими лагерями. Здесь их будет три штуки. А боевая система будет ближе не к предыдущим частям Reason, а к оригинальной делогии готики, где есть четыре базовых приёма и простенькие комбо с невозможностью блокировать атаки зверей. Из арсенала будут не только мечи и луки, но и мушкеты, а маги будут пользоваться искусством вуду. Не знаем, как вы, а мы что-то по играм Piranha Bytes соскучились. Так и хочется облазить все эти пещеры и деревушки и стащить оттуда всё ценное. Ну и да, после выхода Reason 3 Titan Lords велика вероятность, что немцы возьмутся за разработку новой готики. А это были все новости на сегодня. До новых встреч на GSTV! Редактор субтитров А.Семкин